Как будто бы немножко к себе домой. Вот это вот закусон такой после концертов, гостеприимство и ваше, и Бориса Незабвенного совершенно. Атмосфера удивительно такая простая и легкая, и музыканская. И поэтому вот эти вот официалисты, добрый день, Иван Глебович, это все ерунда. Надо просто сейчас поговорить, о чем мы хотим поговорить, потому что это вот такое удивительное место. Вот расскажите, как вообще возникла эта история, историю. Вот то, что вы сейчас говорили. Значит, в 61-м году... Ранней, ранней, ранней весной. Почти как сейчас, да? Да. Как сейчас за окном. Ранней весной, только 1861-го года. Вот. 155 лет тому назад. Да, в этом году как раз... 155 лет этого события. Какого события? Молодой Петр Юргенсон, а ему тогда было... 22 года. Да, да. Пришел в гости к Николаю Григорьевичу Рубинштейну, который был его немного постарше. Да. Он был уже именитым корифеем в музыканском мире. Рубинштейну было 26 лет, да, вспоминаю сейчас. Он 35-го года, да. С предложением о каком-то сотрудничестве. Но он пришел за его покровительством. У него была идея создания собственного издательства. Да. И не прошло... И полугода. Да, меньше. Уже в конце лета... Да. На углу Столешникова и Дмитровки открылось первое издательство Юргенсона. И в этом же доме у Николая Григорьевича была комнатка, где он принимал профессоров консерватории, где был такой профессорский кружок. А как это вот принимал профессоров консерватории? Да я думаю, что они просто приходили, выпили, закусили, попал. То есть это не был какой-то учебный класс. А то можно... Я думаю, что они по-свойски собирались, ругали друг друга или наоборот хвалили. В общем, я думаю... Интересно. Консерватории еще не было. В 61-м году она возникла в Петербурге, а в Москве она возникнет через 5 лет. Да. Вот в 66-м году юбилей мы празднуем в этом году 13-го сентября. В консерватории намечены 3 дня. 12-го, 13-го и 14-го сентября. Больший праздничный фестиваль, посвященный юбилею консерватории в Большом зале. Но это сегодня. А тогда они все были очень молодые люди, очень энергичные. Петр Иванович. И они хотели, в общем, как я понимаю, чтобы Москва стала европейским музыкальным просвещенным городом. Потому что Петербург был, в общем, европейским просвещенным музыкальным городом. В Петербург приезжали все европейские музыканты давать концерты. И если человек приехал и сыграл или продережировал в Петербурге, он уже, так сказать, получал визитную карточку везде. В Петербург, например, приезжала Клара Шуман, Клара Вик, жена Шумана. Это известная история, как они поехали в Россию на гастроли, познакомились с дядюшкой Шумана в Твери. И в Твери до сих пор стоит дом, где Роберт Шуман, деревянный дом, известно, что именно в этом доме Роберт Шуман и Клара Вик прожили несколько дней. Роберт Шуман и Клара Вик.